Доброе утро, ребята! Приветствую вас сегодня на торговой сессии вторника. Снова возвращаемся на финансовые рынки и продолжаем следить за динамикой черного золота и российской валюты. Открываем графики и смотрим за очередным расхождением, раскорреляцией между поведением бренда и рубля. Если проанализировать вчерашнюю динамику бренда, то можно увидеть, как вся торговая сессия делилась на два временных интервала. Это первая половина дня, когда нефть у нас активно подрастала, достигла снова уровня практически 60 долларов за баррель и оказала соответствующую поддержку рублю. Однако, если уже посмотреть на закрытие вчерашней торговой сессии, нефть у нас, в принципе, вернулась к уровню открытия, а вот российская валюта не торопилась сдавать стоимостные пункты, что снова указывает на факт очевидного расхождения и демонстрирует еще один риск неопределенности, связанный с дальнейшей динамикой рубля. В целом, если говорить про текущие тенденции, которые характерны для пары, в том числе доллар-рубль, сейчас можно опозначить четкий стоимостной интервал в районе 50-55. 50-50 это очень важный уровень как с точки зрения психологического трейдинга, так и с точки зрения технических факторов. Мы помним, как на прошлой неделе пара от этого уровня уверенно оттолкнулась и снова пошла в район 55. Сейчас время очень важных решений, очень чуткого новостного фона, потому что дальнейшее поведение рубля, мне кажется, будет закладывать основу для серьезных трендов. Вероятность того, что рубль столкнется с еще одним витком распродаж и, соответственно, девальвации превалирует и я обозначаю эту вероятность как 85% того, что диапазон 50-55 по паре доллар-рубль будет пробит как раз с точки зрения высшего сопротивления, то есть 55. Если посмотреть на тот новостной фон, который характерен для сейчас рубля, конечно же, мы традиционно обращаем внимание на то, что рубль следит и отслеживает динамику черного золота. Очень много мы вчера уделили перспективам нефти. На ближайшее время в целом предлагаю вам вкратце резюмировать, что бренд у нас испытывает сейчас серьезное фундаментальное давление по причине роста объемов добычи в Саудовской Аравии, по причине роста добычи в России и по причине регулярного повышения запасов нефтяных в Соединенных Штатах Америки в Кушинке. Сегодня вечером выйдет очередной отчет по запасам по версии частного института АПИ. Уверен, что мы увидим еще один рост. Завтра будет уже официальная статистика. И также вероятность того, что эта неделя станет 15 по счету, можно оценить как в 90%. Поэтому, возвращаясь к общей идее поведения нефти, это расхождение спроса и предложения, увеличение предложения и отсутствие соответствующего спроса, этой идеей нужно руководствоваться и дальше, особенно тем, кто делает ставку на позиционный трейдинг. Что касается аргументации низкого спроса, я предлагаю вам обратить внимание на данные по Китаю, которые были опубликованы вчера. Это статистика по экспорту и импорту. Была возможность оследить эти данные. Если не было ничего страшного, скажу в целом, что статистика хуже некуда, потому что экспорт сократился на 15%, ребят, импорт упал на 12%. И в целом это явные признаки усугубления ситуации для китайской экономики и еще больше экономических рисков, которые характерны для этой страны. Поэтому, если раньше, да и в принципе сейчас, ключевые поставщики энергоресурсов оперируют темпами экономического восстановления ключевых регионов, в том числе и Китая, и пытаются оправдать возможное влечение спроса в ближайшее время из-за возможного улучшения экономической ситуации в Китае, это все неоправданно и необоснованно. Потому что, к сожалению, мы руководствуемся фактами, конкретными цифрами и статистикой. И эти факты, цифры и статистики указывают на серьезные проблемы, которые не удается никак преодолеть, соответственно, китайской экономики. Поэтому ни о каком спросе высоком для сырьевых ресурсов сейчас говорить не приходится. И в целом это, опять же, упаковывается в идею потенциальной слабости в перспективе черного золота. Поскольку корреляция между нефтью и рублем нарушена в последнее время, это уже привело к тому, что рубль существенно перекуплен на фоне текущей тенденции. И перекупленность российской валюты начинает создавать уже серьезные риски для российской экономики, поскольку подрывает конкурентоспособность национальных производителей и не позволяет в прежнем, скажем, фокусе реализовывать концепт импортозамещения и повышение самодостаточности российского региона. Поскольку дорогая российская валюта нам сейчас не нужна, и поскольку рубль укрепляется гораздо стремительнее, чем предполагалось и прогнозировалось ранее, напомню, что в пятницу Центральный банк России принял решение о повышении стоимости фондирования посредством операции валютного РИПО. Также я вам вкратце рассказывал вчера о том, что речь идет о сверхдешевых кредитах для корпоративного сектора и банков. Это кредиты сроком на 7 дней, 28 и год. На текущий момент Центральный банк планирует сместить фокус акцента с валютной ликвидности на рублевую. Но говорить о том, что в ближайшее время стоит ожидать дебицита валютной ликвидности на рынке, я бы не стал, потому что в последнее время складывается такая тенденция, тенденция увеличения валютного приложения за счет того, что население активно несет доллары в обменники, меняя их на российскую валюту, наивно полагая, что все, но уже достигнуто. Если руководствоваться традиционной классической логикой рынка Форекс, когда на рынке происходят подобные тенденции, это фактически предвестник серьезного разворота, указывающего на то, что тогда, когда все поверили, что худший уже позади, на самом деле худше, напротив, только под крауд. Поэтому в целом, говоря про перспективы рубля, мы прекрасно знаем с вами про те экономические риски, которые характерны для российской экономики, про мрачные ожидания по темпам роста. Мы прекрасно с вами оперируем ситуацией с нефтью, обозначая такие же серьезные риски. И есть еще снова геополитическая ситуация на Украине, фактор, по-прежнему сохраняющий статус пеющего конфликта, в любой момент способного снова разразиться огнем. Да, есть дорожная карта, есть минские договоренности, есть вроде бы как понимание того, что нужно двигаться в рамках реализации этой дорожной карты, но вы все прекрасно смотрите новости и периодически наверняка слышите о том, что то со стороны ополченцев, то со стороны киевских силовиков нарушается эта дорожная карта. Поэтому установление мира не идет по тому плану, который был заложен в достижении компромисса. И как следствие можно сказать, что это несет угрозу для того прогресса, который уже был достигнут в установлении мира, и для тех основополагающих моментов, которые были заложены в возможность преодоления конфликтной ситуации. Поэтому Киев и прежде всего Юго-Восток, это для России с точки зрения геополитики по-прежнему очень больная тема. Эта тема не ушла в историю, она в любой момент может стать еще одним серьезным фактором рисков, как для российского фондового рынка, так и для российской валюты. Что касается, опять же, текущих котировок рубля и текущего укрепления российской валюты. На прошлых выходных мне посчастливилось почитать очень интересную статью, которая касалась возможных действий российского мегарегулятора, учитывая текущую ситуацию с российской валютой. Поскольку, еще раз повторюсь, никто не ожидал такого стремительного укрепления рубля, никто не ожидал, что инфляция начнет мало-помалу, точнее, темпы разгона инфляции снизятся. И, в целом, если эти условия были созданы для рынка, рынком, в принципе, можно обозначить возможности еще одного снижения процентной ставки. И здесь очень важно, что следующее заседание Центрального банка России у нас запланировано на 30 апреля. Сегодня у нас какое число? 14 апреля. И есть вероятность того, что Центральный банк может воспользоваться локальной бодростью российской валюты, для того, чтобы, не дожидаясь решения, точнее, заседания и официальной встречи 30 апреля, сообщить о том, что может быть принята, соответственно, ставка может быть снижена еще раз. Текущая процентная ставка на каком уровне? 14. 14 процентов. И есть основания полагать, ребят, что эту ставку могут снизить даже не на 1 процентный пункт, а может быть даже на 2,3. И чем это связано? С тем, что на самом деле укрепление российской валюты сейчас объясняется не силой российской экономики, а может быть достаточно жесткой монетарной политикой. И для того, чтобы использовать эту ситуацию наилучшим образом, а сейчас ситуацию, на которую никто не надеялся раньше, можно попробовать улучшить условия кредитования на внутреннем рынке, запустить вот эти процессы активного потребительского кредитования, которые мы обозначали с вами раньше, когда дискутировали на тему возможных действий по процентной ставке касательно российского мегарегулятора. Если ставка будет снижена, то, разумеется, в перспективе, может быть, это приведет к росту инфляционного давления, но локально это может выступить еще одним серьезным фактором для ослабления позиций российской валюты. Но в целом, скорее всего, позитивный исход для экономики в целом будет более ощутим. Поэтому на подобные жертвы в плане негативного сценария и расклада можно пойти. В любом случае, ребята, у нас с вами много факторов, указывающих на то, что сейчас не нужно поддаваться всеобщему заблуждению, может быть, определяющему то, что рубль нащупал, соответственно, возможность для собственного укрепления, улучшения собственных позиций. И если кто-то навязывает вам эту идею, я считаю, что вам есть чем оперировать с точки зрения объяснения того, что на самом деле у рубля перспективы не самые радужные. Наша с вами ближайшая цель – это снова возвращение за диапазон 55 рублей против доллара и вплотную приближение к отметке 60. Ясно? Что касается европейского актива, смотрим на евро-доллар. Вчерашняя торговая сессия снова в красной зоне. Доллар никак не хочет отдавать стоимостные пункты, которые ему удалось отбить у рисковых активов за последние пару недель. В принципе, я с ним согласен. Это справедливо заработанные стоимостные пункты стоимости. И, соответственно, сейчас, если говорить про фундаментальную картину, в частности, еврозоны, здесь хочу обозначить вам следующее. Как вы прекрасно знаете, в рамках Европейского Центрального Банка сейчас запущена программа количественного смельчения. Знаете сроки этой программы, знаете объемы этой программы. В целом, это агрессивный выкуп активов, который на текущий момент приводит к снижению доходности европейских облигаций. С чем это связано? Почему по факту выкупа активов программа количественного смельчения снижается доходность облигаций? Как вы думаете? Программа количественного смельчения что подразумевает? Она подразумевает как раз покупку Европейским Центральным Банком эти самые облигации. Если эти облигации покупаются самым крутым мегарегулятором в рамках валютной зоны, значит спрос на эти облигации есть? Конечно же есть. А если растет спрос на долговые бумаги, что происходит с доходностью? Растет. Доходность снижается. Почему? Потому что спрос растет на бумагу. А. Если бы они не пользовались спросом, то нужно было бы создать искусственный спрос на них. А чтобы привлечь инвесторов и создать искусственный спрос, нужно было бы повысить доходность, чтобы люди покупали эти облигации и рассчитывали на соответствующую выплату. Поскольку сейчас мы говорим о том, что эти бумаги покупаются Европейским Центральным Банком, здесь не нужно создавать искусственного спроса. Он и так есть. И покупка этих облигаций приводит к снижению стоимости доходных бумаг. Если снижается доходность, значит мы возвращаемся к очень интересной идее, характерной для валютного блока, касающейся темпов оттока капитала. Еще в 2014 году, даже в третьем квартале, по-моему, мы с вами закладывали идею касательно того, что еврозона в ближайшее время может оказаться мировым центром потока капитала. Именно это сейчас и происходит. Поскольку доходность снижается, находиться в облигациях со стороны институциональных инвесторов становится уже экономически невыгодным и необоснованным. Поэтому инвесторы выводят свои капиталы, приориентируются на реальную экономику и, может быть, даже ищут более доходные инструменты на зарубежных площадках. Вот так вот и потекли капиталы из еврозоны. И все благодаря программе количественного смягчения. Но здесь, конечно же, не нужно критиковать действия Европейского центрального банка, поскольку с точки зрения текущей экономической политики они делают все правильно. Но для европейской валюты это в любом случае серьезный фактор разгрузки. Еще одним негативным моментом стоит обозначить публикацию вчера в средствах массовой информации Германии сообщение о том, что премьер-министр Греции предполагает возможность проведения нового раунда выборов для того, чтобы заручиться большей поддержкой противников мер жесткой экономики и соратников потенциального выхода из состава валютного блока. Вы знаете, что на прошлой неделе Греция смогла погасить транши обязательные в 450 миллионов евро. Но это, отнюдь, не позитив, потому что это всего лишь капля в море. Ведь Греция должна международным аккредитурам в порядка 250 миллиардов евро. И уже до июня 2015 года Греция должна рассчитаться по совокупному долгу в районе 3 миллиардов евро. Это риски, это отсутствие денег, это факт того, что греческая банковская система их не имеет и до сих пор не может предложить конкретный пакет реформ, который требуют международные корридоры. Последний срок предоставления пакета реформ в следующий понедельник, ребят, поскольку еврогруппа должна собраться 24 апреля и уже должна иметь конкретный рабочий материал. Руководствуясь опытом последних договоренностей соглашений, я думаю, что никакого пакета реформ Греция, как всегда, не предоставит. Они продолжат тянуть резину и, соответственно, нервировать Международный валютный фонд, Европейскую комиссию, Европейский центральный банк. И это еще один риск для евровалюты. Поэтому в целом у нас очень много факторов, указывающих на то, что ситуация в Греции и в рамках валютного блока очень серьезная, и эта ситуация предполагает возможность еще большей просадки главного валютного риска. На каком уровне торгуются евро сейчас? 1.05.60. А закрытие торговой сессии вчера на каком-то? А вот на том же боже, 65. 1.05.65. Ну понятно. В целом, думаю, что с средней, да и в принципе, каткосрочными ожиданиями по европейской валюте более-менее все понятно. Сейчас мы следим за ситуацией в Греции и, конечно же, продолжаем анализировать статистику, которая явно не радует инвесторов европейского рынка и, соответственно, тех, кто делает ставку на покупку европейской валюты. Ну, явно не радует, это мягко сказано, наверное, учитывая то, что за 5 дней евро опустился с уровня 1.10 до уровня 1.05. И, разумеется, те, кто делал ставку на продолжение восходящего движения, это уже, по сути, потеря всего депозита. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что не нужно поддаваться заблуждению, тем более абсолютно необоснованному, касающимся возможности бычьих перспектив для евро. Нет. Их попросту нет. Мы обозначаем возможность коррекции и новая цель от Goldman Sachs в самое ближайшее время, это в рамках полутора месяцев, даже можно сказать, сегодня 15 апреля у нас, до 15 мая месяц они ожидают уровень 1.01 по евро-доллару. 400 пунктов, ребят, даже 400 с небольшим. Продолжаем придерживаться этих ожиданий, хотя наша цель первая 1.05, давайте сначала коснемся этой отменки, потом будем говорить уже дальше. Что касается сегодняшнего дня, есть два очень важных отчета, и эти отчеты важны прежде всего для британской валюты, поскольку сегодня у нас данные по инфляции, точное время можете посмотреть в экономических календарях, что интересно по факту этого отчета. Я вам уже говорил, что последняя статистика по уровню инфляционного давления в Британии, это февральский отчет просигнализировал о том, что инфляция находится на нулевой отметке. Это минимум за много десятков лет. Сегодня есть риски того, что инфляция окажется уже в дефляционной зоне и обновит минимумы с 1960 года. Если инфляция окажется в зоне риска в плане отрицательных значений, это будет говорить о том, что прежние комментарии со стороны экономистов Банка Англии о том, что можно рассмотреть возможность даже снижения процентной ставки, приобретут еще большую актуальность. И в целом это указывает на то, что британская валюта сохраняет статус одного из главных аутсайдеров рынка и текущее значение, кстати, 1,4656 нужно использовать обязательно тем, кто еще не присоединился к коротким позициям по британскому активу. Ближайшая цель 1,45 это наша цель. Что касается Goldman Sachs, то они прогнозируют также в ближайший месяц возможность коррекции фунта против доллара до уровня 1,42, тоже 400 пунктов. Очень хорошая цель и по другому активу. Что касается другого отчета, о котором я сказал, это розничные продажи уже по американской экономике и соответственно этот отчет будет неплохо отыгран по паре доллара и японская иена. Если посмотреть на ожидания, то по факту сегодняшних коррекционных продаж ожидается прироста 1,1%. Напомню, что прошлый отчет был в отрицательной зоне. И разумеется, если сегодня мы увидим позитивную оценку, может быть даже совпадение с прогнозом для доллара, это еще один мощный фактор потенциальной поддержки и роста. И вчерашнее снижение 30-летних облигаций может легко обернуться соответствующим ростом и оказать еще большую поддержку доллару уже со стороны долгового рынка. Поэтому USD иена, ребята, у нас по-прежнему валюта, которую мы рассматриваем с точки зрения возможности занятия длинных позиций. И ближайшая цель какая? 121-122. На нее пока и смотрим. Думаю, что сегодня торговая сессия будет очень неплохой для долга. Ясно? Да. Вопросы есть? Да, есть пару вопросов на нашем канале. Артем, первый. Какие на Ваш взгляд на данный момент самые плохие активы и валюты? Если что там, глядя? Евро? Да, все верно. Ну, наверное, кроме доллара мы за последние полгода, даже год, не обозначили ни одного хорошего актива. В целом, в качестве аус-лайдеров сейчас стоит обозначить, как я уже сказал, европейский актив, фунт еще опустил австралийца и новозеландца, хотя здесь стоит обратить внимание на вчерашнюю торговую сессию. Кстати, посмотрите на то, как вели себя киви и ауси вчера. Это серьезные потери. И связано это было как раз с публикацией очень слабых данных по Китаю, которые традиционно оказывают очень серьезное влияние из-за торгово-партнерского взаимодействия на эти валютные активы. Австралийц у нас столкнулся с серьезными активными распродажами и вплотную нацелился на возобновление коррекционного движения в приближении к уровню 0,75. До него остается еще чуть-чуть. Новозеландец также двигается в затяжном нисходящем канале, что позволяет добавить к общему списку валютных ауссайдеров еще и этот валютный актив. Поэтому плохими активами я сейчас считаю практически все рисковые инструменты. Если такой ответ устроит, я думаю, что можно будет принять веру в сделке. Спасибо. И еще один вопрос. В какой степени торговые идеи, генерируемые для бренд, применимы к WTI? Эти инструменты коррелируют между собой в своем движении? Конечно, коррелируют. Поэтому те идеи, которые мы распространяем на марку бренда, сопоставимы и, в частности, для марки WTI. К тому же, аргументируя поведение нефти марки бренда, мы очень часто обращаем внимание на динамику запасов нефти в США. А как раз динамика запасов нефти в США прежде всего сказывается на WTI. Поэтому косвенно можно сказать, что мы оцениваем перспективы бренда через поведение WTI. Спасибо. Большое спасибо за вопросы, ребята. Ждем новых комментариев на нашем официальном канале о маркетинге. Подписывайтесь и оставляйте ваши вопросы. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok